С вами киноведы в штатском. Хотел сказать, давно не виделись, но это будет не совсем правда. Сегодня поговорим о таком культурном явлении, как Звёздные войны. Я честно скажу, когда-то Звёздные войны мне нравились очень. Вроде бы кино-то дурацкое, а нравились нечеловечески. Да и вообще, сама Вселенная оказалась настолько привлекательной и завлекательной, и что слов нет. Очень мало что меня так вдохновляло, как Вселенная Звёздных войн. Казалось, вот это настоящая фантастика. Где нет вообще ничего, за что можно зацепиться глазом, чтобы напоминало тебе о нашей паскудной реальности. Всё не такое вообще. Вот вообще совсем всё. И даже резиновые морды инопланетян не то, что не бесили, оказались предельно органичными. Тут, конечно, надо отметить один моментик. А именно, мою личную, да и не только мою личную вовлечённость в данный контент. Впервые увидел я Звёздные войны в кинотеатре Ладога. На шоссе революции города Ленинграда. Было это в 88-м году. Только что мне показывали Алису Селезнёву и гостью из будущего, где эти кругленькие кабинки со звуками летали туда-сюда, подвешенные на тросиках. И, в общем, наверное, это был максимум фантастичного, что там было в смысле визуального эффекта. А, да, ещё были пираты с одним бластером на двоих. Совсем как Красноармейта, с одной винтовкой на троих. Он тоже делал пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. И ещё тётя ходила с силовым полем, которая делала так. И всех этим самым силовым полем пиратов чё-то плющило. Пару космических кораблей показали. И, конечно, миелофон. Это вот в 86-м было. А через два года я вдруг увидел, как через огромный киноэкран кинотеатра Ладога прёт Стар Дестройер. Прёт и не кончается, что характерно. И там ещё музыка эта такая. Тум-тру-дум, дум-тум-тру-дум, дум-тру-дум. Всё это настолько сокрушило мои детские 11-летние мозги, что другой фантастики после этого я вообще не рассматривал. Она для меня попросту исчезла. Все наши прекрасные планеты-бурь, отроки во вселенной. Алиса Селезнёва превратились в кинопродукт для самых маленьких. Ну, потому что как это всерьёз можно рассматривать, когда тут у тебя не просто космический корабль летает, а целый звёздный крейсер. И не один, их там много. Тут же Звезда Смерти Дарт Вейдер ходит и говорит I'm your father Luke. Ну и, конечно, световые мечи. Вот это изобретение, так изобретение. Вот такого мы не видели никогда. И у тебя одновременно тут же вся рыцарская романтика, которую мы, конечно, очень любили. Для чего просто гигантская киноиндустрия Советского Союза постаралась. И не менее, а может быть, и более гигантская книжная индустрия постаралась. Рыцарей мы любили все. И кое-кто, то есть я, любит их по сей день. А тут тебе рыцарь и фантастика разом. Ну, вот как можно было в такое не влюбиться в 11 лет? Ну, я и влюбился. Тут, конечно, кто постарше вспомнит такую кинопрограмму «Зебра», где «Звездные войны» тоже показывали отрывками по 3-5 минут. Но это было в таком чудовищном качестве, что я это за пример не рассматриваю. Просто потому, что там невозможно было что-либо увидеть. А также довольно сложно было что-нибудь услышать. Ну, и опять же, 3 минуты это воспринималось лично мною как издевательство. А тут тебе раз, сразу полный метр, четвертая часть в одной далекой-далекой галактике. И вот понеслась, понеслась и понеслась и несется до сих пор. Правда, теперь, несмотря на колоссально увеличившиеся технические возможности, все хуже, хуже, хуже и хуже. Физиономия Кайло Рена, вот с этими самыми ухами, вместо Дарта Вейдера, это был какой-то позор. Словами не передать, мое разочарование. Словом, новые фильмы про «Звездные войны» я не смотрю совсем. Вот «Мандалор» только освоили два сезона. Ну, и на этом, наверное, все. Больше я такое смотреть не могу. А вот четвертую часть и саму вселенную исходную до сих пор люблю. И не только я, потому что когда в 77-м году, в год моего рождения, показали первые «Звездные войны», ух, что было, так весь народ ряхнулся по всему миру. О чем, ясно говорят, кассовые сборы? Потому что успех был просто нечеловеческий. Взрывы различных жидкостей затмили солнце на неделю во время премьеры. И я очень хорошо понимаю этих людей. Потому что за «Звездными войнами» есть очень много чего, что мы узнаем. Вот об этом-то и предлагаю сегодня поговорить об успехе «Звездных войн». О недостатках «Звездных войн» говорить нечего, потому что об этом говорено было столько разными разбирающимися людьми, что, наверное, мой голос будет на их фоне слишком слаб и явно избыточен. Повторюсь, потому что слишком много об этом говорено. А вот что там есть хорошего? Ну, а теперь расскажу немного про другое. Многие современные фантасты повадились писать не о том, как все лучи мерцают во тьме близ врат Тангейзера, а о всяких там магических окудемиях, драконах или, боже упаси, вампирах. Это потому, что для написания научной фантастики надо хоть немного разбираться в этих самых науках. Строчить фэнтези можно вообще ничего не зная, кроме детских сказок. Так что появление приличной научной фантастики – событие редкое. И вот как раз недавно ко мне постучался начинающий российский писатель Юрий Хомоганов с просьбой заценить свой книжный цикл под названием «Гронд» – семитомный научно-фантастический сериал. В цикле автор пытается перенести в космическую эру противостояние СССР и США времен Холодной войны. Много внимания уделяет вопросам построения общества, рассматривает возможные экономические и политические реалии такого будущего. При этом первые три книги, выложенные в электронном виде, бесплатно. Можно ознакомиться и поделиться мнением в комментариях. Если вам не понравится, вы не потеряете ни копейки кровных денежек. А если понравится, то цикл из семи книг завершён. Он можно читать залпом, не дожидаясь, как у Мартина, пока финал будет дописан. Ссылку на первую бесплатную книгу цикла «Гронд» оставляю в описании. Автор просит ознакомиться с материалом и дать в комментариях продуктивную обратную связь. Она ему будет крайне полезна. Несмотря на предельную и запредельную кажущуюся фантастичность визуального ряда, где глазу зацепиться не за что, мы ничего вроде бы не узнаём. Всё не из нашей галактики, а из одной далёкой-далёкой галактики. На самом деле оно запредельно земное. И мы это узнаём очень и очень. Что обеспечивает колоссальное вовлечение. Несмотря на то, что вроде бы фантастика. Хотя, конечно, никакая это вообще не фантастика. К фантастике отношение имеет только в виде антуража. А вот что мы узнаём? А узнаём мы самое главное. То, что умный Джордж Лукас впитал, как творец, всеми фибрами своей души. Души творца. Узнаём мы самое главное архетипические образы. Потому, что давным-давно такой замечательный англоязычный автор Кэмпебелл написал книжку «Герой с тысячью лиц» или «Тысячеликий герой». Самые разные переводы существуют на русский язык. Мне больше нравится «Тысячеликий герой». Как-то оно необычно звучит. Где он, наверное, одним из первых принялся вскрывать вообще структуру мифологического повествования. И выяснилось, что сюжет-то на самом деле по большому счёту есть ровно один. Который так или иначе воспроизводит почти все или вообще все авторы или коллективы авторов, которые пытаются воспроизвести нам некий миф. А миф укоренён у нас в голове всей истории человечества. Возможно, когда-нибудь мы избавимся вообще от даже теней мифологического сознания. Но у нас цивилизация-то существует на планете всего 5000 лет. А до этого 200 тысяч лет мы жили в состоянии дикости. И было бы странно, если бы миф за 5000 лет полностью исчез из общественного, да и, чего там говорить, личного человеческого сознания. Не исчез он и ещё очень долго не исчезнет. А структура этого мифа, мономифа по Кэмпабалу, на самом деле очень проста. И она полностью воспроизведена в путешествии героя Люка Скайуокера по страницам Звёздных войн. Там есть буквально всё. Там есть становление героя. Там есть мудрый учитель. Оби-Ван Кеноби, разумеется. Там есть изгнание его и начало того самого путешествия, в ходе которого герой проходит буквально несколько этапов героической же инициации. Превращаясь потом в то, во что он должен превратиться. То есть, в настоящего героя. И эта структура так или иначе присутствует почти во всех мифах, которые мы знаем. С Гераклом было то же самое. С Рамой в Ромаине было ровно то же самое. Путешествие аргонавтов, путешествие Тесея, путешествие Персея. Мы узнаём эти мифы в Звёздных войнах. И именно поэтому это повествование нам так близко и хорошо входит в голову. Потому что Люк Скайуокер – это настоящий мифический герой. И что мы видим в Звёздных войнах? А мы видим ещё одну попытку. Сразу скажу, попытку не вполне удачную, но всё-таки достаточно удачную. А именно построение эпоса. Когда-то давно было сказано, что литература не может считаться вполне состоявшейся, если в её составе, в её структуре нету эпического произведения. И так получилось, нам, как западноевропейцам, страшно повезло, что прямо в саму ткань, в саму органику, в само полотно вообще всей западноевропейской литературы и культуры включён Гомер. Как начало нашей литературы вообще. Потому что, если для русской литературы Пушкин наше всё, то вот для всей западной литературы наше всё, безусловно, Гомер. Как-то так получилось, что между 8-7 веками, до нашей эры, некий греческий паренёк, а может быть коллектив греческих пареньков, сейчас сказать уже довольно трудно, и это в любом случае проблема отдельного обсуждения, не этого сегодняшнего нашего, вот он сумел создать некое произведение, от которого пляшут все последующие литературные произведения, сколько их не есть. То есть, для западной литературы нет задачи производства собственного эпоса, потому что он уже создан, этот эпос. Он есть. При этом в Гомере существует одна очень важная положительная черта, которая очень часто отсутствует в тех или иных древних мифах, сказаниях, которые дошли до нашего времени анонимно. Гомер – это автор в полном смысле слова. Сейчас неважно, мы можем вспомнить Льва Самойла Чеклейна с его расшифрованной Ильиадой, который говорил о том, что Гомеров там целых шесть прослеживается, или поспорить с ним с точки зрения авторов, исследователей, индивидуалистов, которые говорили, что Гомер есть один. Это абсолютно неважно. В данном случае самое главное, что Гомер – это автор. Как Нестор у нас автор повести временных лет, так Гомер – это автор и Ильиады, и Одиссеи. То есть, это персонифицированный эпос, который в своей структуре имеет ещё одну важную черту. Этот эпос отсылается к чему-то базисному, к какому-то огромному массиву повествований, который был до него, и который совершенно понятен слушателям. Сама Ильиада и Одиссея – это всего лишь небольшие части, в первую очередь, конечно, Ильиада, небольшие части огромного мифологического фундамента, который лежал за ними. Потому что Одиссея описывает всего лишь 57 дней из 10 лет легендарной осады Трои. Вот 57 дней и всё. Это то, что называется в литературе термином синегдоха. Частное вместо целого, которое включает в себя всё целое. То есть, для слушателей той далёкой эпохи, да и для нас теперь, совершенно ясно, что всей осады Трои Ильиада нам не описывает. Она описывает всего лишь фрагмент, но мы настолько целиком и полностью погружаемся в эту потрясающую, повторюсь, эпическую историю, что все 10 лет нам слушать-то, в общем-то, и не надо. Она очень большая по размерам. Там больше 16 тысяч стров. Но, тем не менее, она гораздо меньше, чем могла бы быть. Ну, просто давайте посмотрим на Ромаину. На индийскую. Ромаина больше, чем и Ильиада, и Одиссея вместе взятые. Причём больше заметно. Вот Гомер мог бы пойти по такому же пути и произвести ровно такое же гигантское полотно, как, я уверен, многие певцы в его время и производили. Но он взял всего лишь кусок. И вот это явилось тем самым априорно правильным, архетипическим уже в литературе приёмом, который вообще используется по сей день в успешных повествованиях. Каким являются, безусловно, и «Звёздные войны». Ну, просто посмотрите на результаты труда Джорджа Лукаса в первых, по крайней мере, шести его фильмах. Он нам рассказывает длинную историю. Безусловно, потому что три части исходных «Звёздных войн» 4, 5, 6, и потом приквел 1, 2, 3, снятые через несколько десятилетий, это очень объёмное повествование. Но мы отлично понимаем, глядя на экран, что это часть куда более масштабного полотна. А раз это часть, то это загадка. То есть, если для слушателей Гомера загадки не было никакой, они не слушали, и потом не читали, Гомера для того, чтобы узнать, чем окончится осада Трои. И доедет ли Одиссей, в конце концов, на Итаке. Они отлично знали, что и Трою возьмут, и Одиссей, в конце концов, на Итаку вернётся. Им не нужно было специально об этом даже думать. Они слушали то, как преподносится данное произведение. И вот тут-то у Лукаса есть огромный перед Гомером выигрыш. Потому что наша культура, культура современная, культура, наполненная спойлерофобией, страшно боится узнать до конца и до последнего фразы, что там за кадром. Потому что это интересно разгадывать. И вот мы, глядя на Звёздные войны, повторюсь, самое главное, первые три части, мы отчётливо понимаем, что за всем этим бездна событий, бездна истории, бездна персонажей, которых мы не видим, но которые произвели для нас данное эпическое полотно. И нам интересно. Мы хотим узнать, а что это такие были за войны клонов? Потому что как только появляется Оби-Ван Кеноби и вручает отцовский меч Люку Скайуокеру, со словами, это изящное оружие, произведённое в куда более благородную эпоху, когда-то им владел твой отец, который был героем войн клонов, то мы, чёрт возьми, не знаем ничего про эти войны клонов, но там что-то было такое, настолько масштабное, что предполагаемый покойный отец Люка Скайуокера умудрился стать героем. То есть, уже интересно, а кто это его папа, который оставил такую замечательную лайтсейбру? И как именно он прославился? Что за ним стоит? Почему он герой? И почему у Люку Скайуокеру так важна фигура его отца? И какой потом наступает перелом в пятой части, когда вдруг выясняется, что герой и такой теневой, закадровый ориентир главного героя, никакой не герой, это предатель, который умертвил его отца чисто фигурально, то есть, это его биологический папка, который просто всё продал, предал и переметнулся на сторону злобных врагов. Перелом громадный, это, кстати говоря, чрезвычайно важно для мономифологической структуры данного произведения. И если мы первые полтора фильма вообще не понимаем, кто его отец, нам интересно следить, и вдруг мы внезапно выясняем, что Дарт Вейдер и Энакин Скайуокер – это одно и то же лицо, какой, как говорят, сюжетный твист? Как это интересно? Я уже молчу о том, какой громадный психологизм в этом всём. При том, что Лукас вслед за Гомером, это, я считаю, между прочим, один из лучших учеников Гомера, не играет в психологизм. У него нет практически внутреннего переживания главных героев, и тем более второстепенных. Они очень мало занимаются внутренним текстом. Просто нет времени для психологизма внутри повествования «Звёздных войн». Когда, собственно? Обязательно что-нибудь происходит. Всё время есть какое-то действие. И вот психологизм-то, который во всём этом запредельно антипсихологичном полотне, проявляется не через внутренний текст, он проявляется через действие. Что, кстати говоря, на 100% соотносится с гомеровской практикой. У Гомера есть целая вторая песня из 24, которая называется «Список кораблей», которая вообще-то проклятие современного школьника. Прочитать его насколько просто невозможно. Или есть описание «Щита Ахиллеса», которое занимает чуть ли не полторы страницы. Спрашивается, а нахрена нам этот «Щит Ахиллеса»? Нахрена нам этот «Список кораблей»? Если убрать из структуры повествования и одно, и другое, ничего с повествованием вообще не случится. Ну, сказала бы Елена Престарелому прямо, что ну как «Список кораблей», в смысле «Список кораблей». Посмотрите, вот корабли, вот греки, вот они воевать приехали. Начальник Агамемнон, вон его флаг, условно говоря. Всё. Две страфы. И хватит. «Щита Ахиллеса»? «Щита Ахиллеса» был хорошей точкой. Но для Гомера и его слушателей в этом была настоящая жизнь. Потому что только в этом внимании к деталям можно было погрузиться в атмосферу самого повествования. И тут же мы видим то же самое, решённое только другими выразительными средствами у гениального Джорджа Лукаса. Сколько времени посвящено этому световому мечу. Времени, которое вообще-то в современном кино стоит немало денег. То есть, каждая секунда, когда Убиван Кеноби показывает приблуду своему юному ученику, это вот прямо из ведра доллары выплёскиваются, потому что плёнка крутится, её потом проявлять и монтировать надо. 150 человек на площадке одновременно получают зарплату за смену. Аренда оборудования горит, электричество горит, оборудование амортизируется, бензин для автомобилей, которые обслуживают съёмочную площадку сжирается, кинообеды тоже вместе с бензином. Спрашивается, нахрена это? Ну, показал бы меч, вот есть лазерный меч, собственно, всё. Но какое внимание к этому? Это изящное оружие более благородной эпохи. И этот меч вручают юному ученику, герою в становлении, который вот прямо вот там... Я уж молчу о том, что это задел драматического повествования в будущем, потому что от этого меча очень много чего зависит. Но дело даже не в этом. Мы погружаемся в атмосферу. Мы погружаемся в неповторимую атмосферу одной далёкой галактики, где есть такие штуки, которых мы вообще никогда не видели, не слышали, не знаем, что это такое. Исходя из всей нашей предыдущей практики смотрения, читания фантастики. Когда вначале, в заявочном первом кадре летит Стар Дестройер, преследуя яхту принцессы Леи, это же тоже что-то такое невообразимое. То есть, сейчас такого рода произведение, решённое такими визуальными средствами, почти невозможно, и мы такое очень редко видим. Вот зачем нам в течение трёх минут показывать брюхо этого корабля? Потом, я помню, в космических яйцах это запредельно смешно выстебали и деконструировали. Когда в начале звездолёт летел не три или полторы минуты, а целых десять минут или около того. Но, в любом случае, когда брюхо этого звездолёта причесывает кадр, мы видим фактуру брони. Мы видим какие-то радиаторные решётки, видим взлётные площадки для космических истребителей, видим вынесенные наружные трубопроводы. Слово, вот огромная фактура, это настоящий щит Ахиллеса, который полностью говорит нам, пацаны, мы не дома, мы перенеслись в одну далёкую галактику. Сейчас будет нечто, чего вы раньше в своей жизни никогда не потребляли. Это нечто совершенно новое. При этом оно же является не просто старым, а укоренённым в архетипическое сознание человека европейской культуры. Или человека, который стремится показаться европейски образованным. Потому, что это щит Ахиллеса. Этому приёму, этому звездолёту, если хотите, так три тысячи лет. Три тысячи лет внутри нас живёт надежда погрузиться в повествование через такую деталировку. Потому, что, ну, пожалуйста, этот звездолёт мог бы пролететь за три секунды. Так, взюк. И, опять же, для самой структуры сюжета не поменялось бы вообще ничего. Но! Лукас вслед за гомером внесюжетен. Лукас нас внесюжетом берёт, в первую очередь. Да потому, что любому дураку понятно. С первых 15 секунд, что красные победят. В смысле, хорошие. В смысле, Люк Скайуокер. Тут сомнений быть не может. Вопрос о том, как это происходит. И это, опять же, типичный эпический приём. Нет вопроса, с чем закончится. Вопрос, как именно это произойдёт. И мы следим не за сюжетом, а мы следим за вселенной. В этом отношении Джордж Лукас настоящий миротворец. То есть, сотворитель миров. Он сумел погрузить буквально несколькими штрихами нас в подробности происходящего. Каковы подробности и купили публику по всему миру? Потому, что такой приём совершенно понятен и европейцу, и индусу, и японцу, и египтянину, и какому-нибудь южному американцу, или австралийцу. Не важно. Он находится вне этнической культуры. Он находится вне национальностей. Он находится в архетипе. И вот этот архетип, который Лукас совершенно гениально спродуцировал, и берёт нас за живое. И в этом, конечно, его огромная заслуга перед мировой культурой. Потому, что если литература не может считаться вполне состоявшейся без собственного эпоса, Ну, наверное, как и паралитература, кино не может состояться вполне без собственного эпического произведения. Каковы, безусловно, стали первые звёздные войны? Это настоящий эпос. Со всеми необходимыми атрибутами. И если вы скажете, что ну, подумаешь, эпос. И, собственно, что? Есть фильмы гораздо лучше. Господи, боже мой! Друзья! Есть книжки гораздо интереснее, чем «Илиада». Ну, давайте откровенно. Современному человеку «Илиаду» читать сложно. Это довольно трудное для отложения в голове произведение. Ну, мы же не будем в самом деле говорить, что гомеровская «Илиада» – это настолько же увлекательное произведение, как какой-нибудь «Гарри Поттер». Или «Властелин колец». Или Господь с ним какой-нибудь детектив Джеймса Хедли Чейза. В общем, выберите, что вам нравится. Есть масса более динамичных произведений. Огромная масса. Куда более завлекательных в смысле сюжетного твиста. Но эпоса больше нет. Эпос, который произвёл Гомер, пытались потом авторски воспроизвести. Да у нас, Господи, боже мой, пожалуйста, в России настолько неоднократно и получалось настолько криво, что все вокруг только покатывались и хохотали. Вот у нас, пожалуйста, Михаил Васильевич Ломоносов пытался играть в это. И не только один он. Однако ничего похожего не получилось. Элегии, которые восхваляют на примере Екатерины Вторую, получались вполне. А эпос не получался. Потому что войти два раза в одну и ту же воду невозможно. И точно так же Лукас, в чём колоссальная его заслуга перед мировым кинематографом, сумел первым войти в воду создание эпического полотна со всеми необходимыми для настоящего эпоса элементами. И со всеми необходимыми приёмами, которые он транслировал. Да, конечно, он эпигон. То есть, он запредельно вторичен по отношению к тому же Гомеру. Более того, он запредельно вторичен по отношению к Курасаве. Потому что идея путешествия героя с двумя болванами была полностью, нет, не полностью, но 400% скопипащена из скрытой крепости Курасавовской. Кто не смотрел, настоятельно рекомендую. Вот там идёт Тассира Мифуны, беглый генерал, и с ним два болвана. С-3ПО и Р-2Д-2 в итоге. Которые спасают кого? Они все вместе спасают принцессу. Ну, принцессу Лею, понятное дело, если мы говорим про Звёздные войны. Всё это Лукас взял и применил в своём полотне. И применил гораздо лучше Курасава. Потому что Курасава очень японский. Курасава не существует вне национальной культуры. И только огромная популярность, искусственно созданная, безусловно, вообще всего восточного, как некой экзотики, сообщает популярность фильмам Курасавы. Как правило, среди высоколобой публики. Потому что если мы сейчас возьмём любого среднего школьника и спросим, что такое скрытая крепость, он скажет, наверное, что скрытая крепость, это крепость, которая была скрыта. Он наверняка не слышал. Даже не слышал про такое кино. Но если мы предложим ему посмотреть Курасаву, господи, опять же, если это не очень специфический школьник, он, скорее всего, где-нибудь уснёт. То же самое с «Семью самураями». В режиссёрском исполнении там три с лишним часа. Курасаву смотреть тяжело. А Лукаса, господи, боже мой, Лукаса смотрят все. Лукас оставил нам след, который, я уверен, в силу своей вненациональности останется в мировом кинематографе навсегда. Как бы мы ни относились к исходной трилогии. Потому что, да, она очень детская. Безусловно. Сами актёры, которые снимались там, это, собственно, и сам Люк Скайуокер, и Харрисон Форд, и Принцесса Лей. Они все думали, что они играют в каком-то детском спектакле, в детском утреннике. Каковых тогда снималось на фантастические темы, вагоны, маленькая тележка, их даже сейчас вспомнить невозможно. Ну, просто потому, что фильмы проходные, трёхкопеечные. Ну, и о чём теперь, собственно, вспоминать. Они дерьмовые с точки зрения техническая, неинтересная и сюжетная, не имеющая ничего в повествовании. Ну, для детей. Посмотреть один раз. За две копейки. Вот то же самое думали про Звёздные войны. Более того, про Звёздные войны так думали друзья Джорджа Лукаса. Высокомудрые, опытнейшие и имеющие грандиозные заслуги перед мировым кинематографом. Это Фрэнсис Форд Коппола и Стивен Спилберг. Ну, даже непонятно, а чё это такое наснимал. И вот только когда оно заиграло вместе, визуальный ряд, монтаж, спецэффекты и, конечно, музыка, вот тогда оно получилось тем, чем оно получилось. При этом оно всё равно, конечно, детское. Серьёзно следить за сюжетом, который представил нам Лукас даже в первой, точнее, четвёртой части, да всерьёз очень сложно. Но в самом деле, а какой там сюжет? Если подумать, сюжет можно пересказать в трёх словах. Можно, если очень сильно постараться, потратить на это пять минут. Сюжета там нет. Оно детское. Да, безусловно, оно детское. Вот мой друг, коллега и старший товарищ Дмитрий Юрьевич Пучков постоянно издевается над «Звёздными войнами», говоря, что как это вообще можно смотреть? Но, несмотря на то, что есть и такое мнение тоже, я отвечаю всем скептикам, друзья мои, это смотрели, смотрят и будут смотреть, причём с восторгом. Не потому, что оно детское, а потому, что оно эпическое. И как ты не крути, у нас когда-то был Гомер, и он остался в веках, на тысячелетие, который создал эпическую, авторскую при этом «Илиаду» и «Одиссею». Куда, кстати говоря, более сложный текст, чем «Илиада», и куда более лично мне нравящийся. И у нас есть Джордж Лукас, который создал «Звёздные войны», которые являются культурным феноменом нашей цивилизации на века. Что бы мы ни делали в смысле кинопроизводства на фантастические темы, мы так или иначе будем отталкиваться от «Звёздных войн». Причём, когда я говорю «отталкиваться», я очень, может быть, говорю в прямом смысле слова. То есть, отталкиваться нет, мы не такие. То есть, мы будем делать не как Лукас на 100%, на 180 градусов. Но однако, от воздуха, от вакуума, нет, от воздуха оттолкнуться можно, от вакуума, от ничто оттолкнуться невозможно, но не оказывает сопротивление. А сопротивление, которое создаёт полотно Лукаса колоссально. Да, конечно, это не настоящая фантастика. Это эпос. Эпос фэнтези, который просто оформлен в виде некоего космического антуража. Потому, что вот тебе, пожалуйста, космические корабли, варп-двигатели, гиперпространственные переходы, много-много разных планет, галактический император, всё присутствует. Пожалуйте, но, прошу прощения, а что в этом плохого? Мы живём в эпоху, которая породила фэнтези. Раньше этого фэнтези не существовало, была просто сказка. И вот теперь сказка пришла к нам в виде очень серьёзного диалога с читателем или зрителем. И тут не нужно говорить, плохо это или хорошо. Это явление такое, которое останется с нами, повторюсь, навсегда. Потому, что фэнтези скоренить из нашей культуры возможно, наверное, только вместе с культурой. Потому, что сказка заговорила взрослым языком. То есть, сказка стала не только детским атрибутом. И «Звёздные войны» в этом отношении абсолютный пример. Хотя, конечно, и коммерчески проданный невероятно успешно. Коммерческие приёмы, которые были использованы, лежат за пределами нашего сегодняшнего обсуждения. Но, ведь и о них тоже забывать нельзя. Конечно, да, Лукас оказался гениальным барыгой. Продал он свой продукт от души. То есть, снимаю шляпу. На все деньги, что называется, постарался. Что, наверное, никто не мог предсказать в момент создания эпизода четвёртого «Звёздных войн». Но все его ухищрения, все его коммерческие приёмы, которые были включены и в само полотно, и которые были применены во время маркетинговой кампании по продвижению данного полотна, стоили бы очень мало в культурном смысле. То есть, «Звёздные войны», снятые не так, и рассказанные несколько по-другому, остались бы всего лишь эпизодом чрезвычайно успешно коммерческого кино. Которое, да господи, это 70-е годы. Кто бы стал переснимать раз за разом эти самые франшизы «Звёздных войн», если бы это было просто какое-то успешное кино 70-х годов. Вы понимаете, что 70-е годы, да господи, это ж когда было? Это никто бы и не стал переснимать. Просто почему? Смотрите, есть «Крёстный отец» Копполы. Гениальное полотно, без дураков. Это в самом деле гениальное полотно? Есть у него хотя бы один ремейк? Нет, и не будет. С одной стороны, потому что сам фильм настолько великолепен, что делать из него ремейк – это дерзновение иметь надо, и не у всех оно есть. А с другой стороны, это 70-е старьё. Оно останется в 70-х. А вот «Звёздные войны», несмотря на всю свою детскость, несмотря на всю свою сюжетную глупость, и, я бы сказал, даже одномерность кажущуюся, и на отсутствие каких-то лихих сюжетных твистов, оно останется с нами. Потому что это эпос. А эпос создаётся всего лишь один раз. Как правило, повторить его уже невозможно. Посмотрите, пытаются повторить, и не могут. А самое главное, что больше-то и не надо. Потому что одного эпического произведения вполне достаточно. Я, конечно, не говорю о всём кинематографе, потому что кинематограф чрезвычайно многогранен. И на все жанры кинематографа «Звёздные войны» не могли повлиять и, наверное, не ставили такой цели. Это в отличие от настоящего исходного гомеровского труда, который повлиял вообще на всю культуру Европы, которая только есть. Так как культура Европы теперь так вышла, по большей части, мировая, он и на всю мировую культуру, безусловно, повлиял. Лукс так не выйдет. Но вот на свой жанр, на жанр фэнтези и фантастики, будьте любезны, это влияние останется навсегда, пока вообще существует кинематограф. Как все равняются на Бродиносец-Потёмкин, простите меня, пожалуйста, такое сравнение. Так, все так или иначе и через сто лет будут равняться на «Звёздные войны», на исходную трилогию. Потому что это эпос, созданный по правилам эпоса, с приёмами эпоса и опирающийся на очень верно прочитанный кэмпоболовский мономиф. Что полностью ложится вообще во всю структуру человеческого мифологического сознания, вне зависимости от национальности пола и возраста. В этом-то, как мне кажется, и скрыт успех исходных «Звёздных войн». Я повторюсь, этот труд Джорджа Лукаса очень ценю и нежно люблю. Возможно, вы тоже. Если что, пишите свои мысли, адекватные комментарии мы всегда читаем и принимаем во внимание. Кстати говоря, если я уж так много и часто повторял слово «Гомер, Гомер, Гомер, Илиада, Илиада, Одиссея», может быть, вы хотите подробнейшим образом поговорить об этом культурном феномене, которое всё-таки, как ни крути, неизмеримо больше «Звёздных войн». У меня есть что по этому поводу сказать. Много лет по этому поводу думал, читал, кое-что записывал. И я чувствую себя как минимум морально готовым поделиться с вами этими своими мыслями. Так что, если вдруг хотите «Гомера», тоже напишите. Я в оперативные сроки прореагирую. Ну, а со «Звёздными войнами» вот такая получилась история. С вами были киноведы в Штатском. На сегодня всё.